Продолжение следует... 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 Где там, где там, где там, отражаются глаза и высота, только и красоты, только не бойся взлетай, взлетай, взлетай. Я думаю, что никто сегодня не боится, и взлетать вы действительно готовы. Взлетим на полную катушку и покажем, как же умеет гулять нижний Тагил. Ведь нам сегодня можно все. И отдыхать, и танцевать, и веселиться, общаться, знакомиться и так далее. Тем более, что даже погода располагает к этому. Ну а мы продолжим, и как я вам обещала, конечно же, только лучшие певцы и танцоры. И прямо сейчас встречайте здесь на сцене шоу-балет Центра культуры и искусств НТМК. Альянс, ваши громкие аплодисменты! Альянс! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 На самом деле, сегодня прямо с утра у нас проходили соревнования по стритболу в Дзержинском районе. Футбол играли на юности. И вот сегодня здесь будут награждать победителей и призеров этих соревнований. Такую жару, такое пекло они, в общем-то, выдержали. Для Тагила, в общем-то, эта погода не самая такая обыденная. И я считаю, что это уже настоящие герои. А при условии, что они выиграли 2-3, а может быть, все игры, это настоящие герои. И я надеюсь, это будущее нашей сборной, которой предстоит 1 июля защищать честь нашей страны в игре со сборной Испании. Давайте все-таки поддержим. И я думаю, что поддержим наше будущее, которое сегодня здесь и награждаем. С праздником вас! Спасибо огромное. Конечно же, поддержим. Тем более, что совсем неудивительно нам будет, если кто-то из этих ребят окажется в сборной России. И болеть мы уже будем, ой, как серьезно. Ну а прямо сейчас мы переходим к церемонии награждения. Первое, второе, третье место. И начнем мы с возрастной категории 2003-2004 года рождения. Третье место в сегодняшнем марафоне занимает команда «Школы юности». И приглашаем их сюда под громкие аплодисменты всех присутствующих. И вот так вот прилюдно, при всем честном народе, как говорится, с огромной радостью поздравляем вас, ребята, и благодарим. Разумеется, разумеется, каждому сегодня без исключения мы вручаем медали. Чтобы не забывали о том, что не только наша сборная, но и вся Россия, в частности, Уштагилта точно поддерживает, мало того, и старается не хуже выглядеть, а только достойно приносить пример, конечно, играть как можно больше. И сегодняшний марафон тому доказательство. Ребята большущие молодцы. Скажите, ребят, сложно было? Сколько игр сыграли? Три. Три игры. Сколько вы играли из трех? Две. Ну, две из трех. Ребят, ну, попадание так классное. Поаплодируйте, поддержите их. Вот вам ваши медали, кубок, ну и, конечно же, мяч футбольный, крутой, классный, чтобы как можно больше тренировок у вас проходило на высшем уровне. Фото на память. Все желающие могут сейчас запечатлеть этот момент. Ну, а мы продолжим. Вам, ребята, огромное спасибо. Я приглашаю на сцену обладателей второго места в той же возрастной категории 2003-2004 год рождения школа «Уралец-1». Пожалуйста, выходите к нам скорее. Вот такие красивые, в форме. Бравы молодцы, загорелые, потому как поле – это все-таки пространство открытое, и в такую аномальную жару, как сказал Дмитрий Валерьевич, играть действительно несколько сложновато. Ну, им это удается. Скажите мне, пожалуйста, вы, ребята, сколько игр сыграли? Да не бойся, ты что, не помнишь? Сколько, ребят, сыграли? Три. Сколько из них выиграли? Ну, также два из трех. Вообще шикарные результаты дают сегодня наша самая маленькая возрастная категория, в общем-то. Поэтому давайте мы их поддержим. Они большие молодцы. И, конечно, кроме медалей, кроме медалей, кубок, обладателей второго места и подарочный мяч, который, я думаю, улучшит ваши тренировки, качество тренировок, как минимум. Фото на память. И мы продолжаем. Спасибо вам, ребята, огромное. Первое место. Кульминация категории, между прочим. Первое место в возрастной категории 2003-2004 год занимает команда школы «Уралец-2». Ваши аплодисменты громким. Приветствуем, ребят. Вот так вот у нас сегодня «Уралец» ждет. И второе место, и первое место. Ну, группа команды, конечно же, не одна и та же. А вот ребята молодцы, большие. Сколько игр сыграли вы? Сколько игр сыграли вы? Три. Сколько вы играли? Все три. Три из трех. Поэтому и первое место, и ваши овации, и ваши громкие аплодисменты. Умнички большие так держать, чтобы все ваши игры были только победными. Ну, иногда можно, конечно, так, чтобы фору сопернику дать, но вообще не часто. А так вот, как сегодня, такие, главное, скромные. Вы хоть улыбнитесь. О, а вы им поаплодируйте, чтобы они чувствовали себя как дома и понимали, что то, чем они занимаются и то, что они делают, это не зря. И совершенно здорово, что наша молодежь находится на спортивных полях, занимается музыкой, занимается еще очень многими полезными и нужными вещами, но не только проводит время в соцсетях или просто на улице. Большие молодцы. Фото на память. Мы вас поздравляем, ребята. Занимайте ваши места среди зрителей сегодня. Отдыхайте, веселитесь. Вам можно точно. Первое место. Категория 2003-2004 год рождения. Молодцы большие ребята. Спасибо большое. Проходите вниз и присоединяйтесь к нашим зрителям и к нашим виновникам торжества, ведь все без мы с вами молодежь. Но мы продолжим. 2005-2006 год рождения. Вот такая категория. Третье место. Детско-юношеская спортивная школа «Высокогорец». Приглашаем ребят сюда. Эти помладше будут, поэтому поддержать их нужно погромче. Они стесняются еще больше и очень ждут, что вы сегодня будете болеть не хуже, чем на стадионе. За них поздравлять их и благодарить за такую замечательную игру. Расскажи мне, пожалуйста, сколько... Молодой человек, вот красивый, ты, наверное, вратарь. Верно? Вратарь как тебя зовут? Лев. Лев. Вратарь Лев. Отдельных аплодисментов заслуживает. Вот с таким львом-вратарем, конечно, не страшно ничего. Скажи, сколько игр сыграли? Вратарь или четыре. Ага, вроде три или четыре. То есть, ну, настолько парень заинтересован был не пропустить ни один гол, ни один мяч, вернее, что, в общем, даже не помню. Сколько точно? Кто помнит? Четыре игры. Сколько выиграли? Две выиграли. Ну, в общем, 50-процентный результат. Это круто. Это они большие молодцы в 2005-2006 год рождения. Не так много лет, а победы уже есть. Это здорово, потому что это молодежь Нижнего Тагила. Ну что, еще раз вас поздравляем. Потом мяч разглядывать будете. Посмотрите на наших зрителей. Они ждут ваших лиц для того, чтобы поблагодарить и поаплодировать вам. Еще разочек. Третье место. Школа Высокогорец. Высокогорец. Занимайте ваши места среди зрителей. Ну, а мы продолжим. И прямо сейчас второе место. Спортивная школа «Юность». Ваши громкие аплодисменты. Ребята, выходите к нам скорее. Мы вас очень-очень ждем. Ну, и традиционно сегодня, как водится, медали каждому. Нам совершенно не сложно. И аплодисментов нам не жалко. И медалей нам не жалко. Вообще ничего. Сегодня друг для друга нам не может быть жарко. Солнце. Замечательный наш Тагирский пруд. Все прекрасно. Почему бы не отдыхать, не веселиться и не радоваться друг за друга. Тем более, что парни молодцы. Сколько сыграли игр? Три. Сколько из них выиграли? Мы сыграли четыре игры и выиграли две. Ну, а также точно. 50% результат. Молодцы, большие. Сколько голов забили в общей сложности за все игры? Сейчас посчитаю. Шесть. Шесть всего. Большие молодцы. Пропустили. Пять пропущенных. Шесть забили. Ваши громкие аплодисменты. Ну, больше голов сопернику, чем приняли на себя. Поэтому, ну, в общем, будущее у ребят есть. Ну, что ж. Также вам точно вручаем кубок обладателей второго места и победный мяч. Фото на память. Спасибо вам, ребята. Вы большие молодцы. Спускайтесь среди зрителей. Можете на площадке находиться. Ну, а мы тем временем говорим о том, что в категории 2005-2006 год рождения первое место занимает спортивная школа Олимпийского резерва «Спутник». Ваши овации им. Ждем вас здесь буквально под гимн. Под гимн из овации. Мы вас вот приветствуем здесь и приглашаем пройти. Конечно же, на эту сцену. Для того, чтобы, наконец, все награды нашли своего победителя. И слонов раздать у нас тоже получилось. Сколько сыграли, Игорь? Четыре. Сколько выиграли? Четыре из четырех. Первое место. Молодцы большие. А подожди, а сколько? Хоть один гол-то пропустили? Один? Всего лишь один. Один мяч пропустили сегодня, а сыграли четыре игры. Вот это ли не будущее нашей страны, а то и мира? Ну, прям, ребят, гордимся вами так держать, чтобы все-все-все ваши игры заканчивались вот такими замечательными победами. Точно так же кубок победителей и победный мяч вам вручаем. Все серьезно у них? Да, конечно, капитану обязательно аплодисменты. Ваши фото на память. Ребят, молодцы, занимайте места среди зрителей, продолжим дальше. И категория любителей. Категория любителей, третье место. Команда Баку, встречайте аплодисментами громкими их. Такое ощущение, что нашим зрителям завидно становится, потому что аплодировать вы им совершенно не хотите. Или под солнышком жарко очень. Давайте, 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 громче, громче, громче поддерживаем, ребята, из Баку. Умницы. Расскажите, а вы к нам прямо из Баку? Отсюда, но сами из Баку. Ага, родом отсюда, но сами из Баку. В общем, вот так вот. Как поймете, так поймете. Кому хочется, чтобы из Баку, значит, из Баку. Кому не хочется, значит, тагильчане. Им тоже без разницы, у них везде том родной. Главное, в футбол поиграть, чтобы далее. Сколько игр сыграли? Три. Три матча. Сколько? Два выиграли. Один, ну так скажем, чуть-чуть не получилось, но это потому, что фора. Два из трех. Ваши аплодисменты, команда Баку. Третье место. Спасибо вам большое. Присоединяйтесь к нам сегодня и празднуйте вместе с нами День молодежи в Нижнем Тагиле. Второе место. Команда Авертон. Встречайте их на сцене. Да, тем более что, вот сколько ребят игр сыграли? Ого! Да вы не Эвертон, вы Авертон. Потому что 7 игр. Сколько из них вы играли? 5. 5 из 7. Еще все успели. Все, значит, 3-4 матча, а у ребят 7 состоялось. Сегодня 5 из них победных. Ну, конечно же, конечно, второе место. И овации, которых я сегодня буду просить у вас. Просто миллион и миллиард, потому как на сцене, как я вам и обещала в самом начале, только лучшие из лучших. Одни из которых команда Эвертон. Второе место в категории любителей на сегодняшнем марафоне. В поддержку нашей сборной в Нижнем Тагиле. Спасибо вам огромное. Мы болеем за вас, разумеется. Занимайте ваше место среди участников сегодняшнего праздника. Ну, а мы продолжим. И первое, первое место. Первое место категория любителей. Юность К. Вот так вот, по крайней мере, обозначено у меня в сценарии. Пожалуйста, поприветствуйте их. Да, вот, 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 значит, вот это значит, ребята постарались, ребята молодцы. Правильно название у меня указано? Юность К. А почему К? А потому что команда. Вот все выходили, как выходили. А это команда на сцене. Поддержите их овациями громкими. Первое место. Молодцы, большие. А почему любители? Почему профессионально не занимаетесь? Ну, я не буду говорить громко. Любители, но такие крутые. Сколько игр сыграли? Сколько вы играли? А давайте громче. Вот слушайте все. Сколько игр сыграли? Сколько из них выиграли? Так держайте, чтобы так получалось у нашего города всегда. Пропустили тоже три. А почему? А забили... Пропустили три гола всего лишь. А забили-то 15. Вот такие молодцы, большие, конечно, безоговорочные победители сегодня. Ну что ж, здорово, круто и классно так держать. Удачных вам победных матчей. Мы будем за вас болеть. Спасибо вам огромное. Ну, а я тем временем хочу вам сказать, что мы продолжим. Ребята, взаимевайте места среди сегодняшних болельщиков, участников праздника и так далее. Спасибо огромное, Дмитрий Валерьевич. Ну, а мы продолжим. И прямо сейчас вновь речь пойдет о музыке. О музыке, о шике, о прелести, о том, что в молодости можно на мой, как все. И я думаю, что прямо сейчас под громкие аплодисменты мы встречаем здесь на сцене танцевальную студию «Модерн» городского дворца молодежи с танцем, который так и называется «Шик и блеск». Ваши громкие аплодисменты! Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич. Готово. Дмитрий Валерьевич. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok